это как говорится и на охоту и на работу отец ездит на ней как и по делам городским так и по внедорожным и таежным то есть эта машина используется по прямому назначению в лес собаки охота рыбалка функционал то пикап только одним словом да а если ты поставил кунг ты представляешь у тебя еще на 60 процентов возросло объем то есть можно закладывать груза вообще невероятно задери у нас вообще как только вы купили первым делом что было сделано это была полностью поменена подвеска пружины и стойки touch dog усиленные то есть 300 500 килограмм были поставлены и то есть и прикинь и до сих пор за 300 тысяч ни одна не вытекла то есть вот до сих пор на этой подвески мы ездим он стал чуть повыше чуть пожёстче потому что на родной подвеске все-таки он проныривал вот моменты типа оттормаживаешься не очень большой был амплитуда он попадал вниз а все а больше не делось ничего абсолютно из того что можно видеть на центральные приборки то есть это все самое простенькое это это крутилочки не самые лучшие материалы это работяга это такой помощничек люди держат их как вторую машину то есть ну у кого-то получается совмещать как как у отца то есть он на ней и на работу и на охоту представь вас машина времени и тогда типа миллион триста то ебать берем а сейчас сейчас они то есть в этих годах также с одним хозяином то есть 1 600 1 700 какая мягкая тачка да я сейчас хотел сказать что очень мягко пацаны 13 процентов девчонок партнер этого видео тюменская компания кейс гуру интернет-магазин мобильных аксессуаров наушники от кейс гуру вошли в топ-5 наушников россии и являются отличным универсальным подарком для ваших близких сиджи под можно купить в четыре раза дешевле чем airpods от apple а количество функций в разы больше чем у яблок главное это влагозащита сиджи подс можно принимать душ мыть их под краном и даже плавать важно что звук сиджи подс ни разу не хуже чем у яблок а автономность 20 часов артем не секрет же что девочки любят ушами хочешь быть услышанным тогда вам нужны сиджи под слайд самым маленьким в мире антистресс кейсом от которого девушки в восторге ведь коробочка словно для кольца и щелкает магически а для парней отлично подойдут брутальные сиджи под 5.0 кейс из авиационного алюминия выдерживает до 220 килограмм запредельно надежный девайс для активного использования у модели 5.0 сенсорные а у light механические кнопки управления телефоном прямо с наушником доступно 11 команд а благодаря своей конструкции наушники отлично сидят в ушах купить их можно только онлайн 3 990 честная и прямая цена бесконских наценок сетевых гигантов производитель дает гарантию но если все таки что-то произошло есть обмен на новые без ремонта суши братан отличный получается подарок в любой ситуации а впереди как раз праздники переходите по ссылке в описании в официальный магазин производителя там вас ждет подарок от меня промокод михеев на скидку в 200 рублей действует на любые в модели наушников от сиджи под артем тут наверное знаешь чего надо начать с того что я люблю пикапы я настоящий как там redneck или как называют хоть клетчатую рубашку летом джинсы закатанные рукава вот так рука и вот я куда-то про у меня же даже был пикап даже есть на канале это видео mazda bt-50 называется там слабоумие отвага вообще по полного видео про него дизельный автомобиль у нас артем в силу того что это так мы находимся в легкой прохладе с вами но нажимает чудо кнопку которая повышает обороты чтобы машина начнула греться ситуация нихуя не улучшается уже 10 минут как бы я маленький думал что хай люкс это привет люкс ну типа здравствуй люксовая жизнь есть еще люди которые хай люкс на хайлакс да вот но это как краун креон дэн эту кнопочку на эту исправлять на хайлакс так все-таки блять как же чудом нахуй нам в жопу только что не въебался чайзер если бы я не отъехал это бы произошло блять был бы у нас еще и чайзер саша ты же знаешь абсолютно всю историю этого автомобиля от автосалона до сегодняшнего дня получается хотите шок-контент автомобиль был приобретен новым с кунгом с вебастой меньше чем за полторашку вообще пиздец какой-то это 2013 год голый он стоил 1300 1196 но это такая комплектация не не самая богатая то здесь там есть короче комфорт elegance и стандартному такт это это вот средняя то есть из таких из приколов у нее мультимедийная система камеры до заднего вида и датчик света и собственно все блять как я скучал вот это кайф на здоровую тачку сел лет что-то тут турбодитель денис после двух с половиной тысяч дает тебе эмоции сани за 8 лет пользования автомобилем я знаю что было поменено только с цепуха буквально вот месяц назад сцепление просто поменяли полностью мы же еще совсем маленький на нем ездили вообще вот такие маленькие братья это был до этого еще хайлюзл предыдущего поколения вода нем ездили а этот вот пока я был на службе в рядах российской армии его приобрел мой отец кстати то есть если провести хронологию volvo x90 которые есть на канале также может что-то сейчас появится какой-то квадратик это его автомобиль тоже пока я служил он то есть отдал маме и ксишку а себе купил хайлюзл потому что он думал что функционал будет так уже как у пикапа но по итогу то есть он старая закалки мужик типа коробка автомат это это все еще один дьявол это просто придумали у нас постоянный только задний же да 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 у нас задний привод постоянный подключаемый передний блокировками всего дифференциала и принудительная блокировка всех четырех колес очень реально вот за эти уже почти десять лет ничего не ломалось но турбина родная форсунки родные аппаратура родная в мотор никто не лазил ничего делал стартер родной генератор родной ничего этого не менялось пробег сколько там 307 тысяч 842 километра денис расскажи пожалуйста вы слышите знаете что это что-то антирадар блять нормальная тема вон он родной кто эту хуйню придумал главное зачем блять дело в том что у нас вообще-то пес сзади едет да прям вот вот там в кунге и это кстати плюс этого автомобиля раздельные зона с салоном это плюс потому что когда я на subaru возил собаку гулять это просто после этого нужно тотальную автомойку делал что все ебаном волосне а у бати три таких собаки то есть и эта машина используется на каждый выходные он садится и садит и вывозит вот что на тот полигончик куда мы сейчас едем это кстати одно из первых подготовленных видео артем на нашем канале потому что мы сегодня с утра поехали искать микроволновку для того чтобы совершить взрыв микроволновки но все кто подписан на мой инстаграм а он есть все кто подписан на саш увидели что новогодние праздники я проводил сани в гостях и цель вообще всего этого мероприятия было взорвать микроволновку огромным петардами как мы говорили в детстве пикарды 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 но этот боже не пикарда это уже какая-то rgd-1 просто потому что она на весь квартал разлетелась и дениса чуть не зашибла ее частью отлетающей именно поэтому сегодня мы повторим я к настоящему микроволновочнику домой заходил у него там просто стены из микроволновок всякие разные там жена микроволновка огромная ходит с ногами пищит чем и в тачке артем вообще есть ли смысл рассказывать про этот автомобиль витя хай люкс или хайлакс или пол и левого кран креон он же считается одним из самых надежных автомобилей велики да неоднократно он признавался не только среди новых то среди поддержанных в классе поддержанных автомобилей он признавался лучшим в своем в своем роде среди пикапов короче они производились 1 1968 года так всего 8 поколений у нас в руках 7 все а мотор у нас какой два с половиной турбодизель 2 с половиной турбодизель 170 каких-нибудь я слушаю поменьше там что-то около 140 и даже не кстати говоря в этом автомобиле знаешь была какая дополнительная функция какая там за 200 тысяч тебя дают мужика в арафатке и пулемет еще ставят назад не у нас до этого до этого был хайлакс и который пригоняли с эмиратов и у него реально у него короче была душка над крышей и там были отверстия и весь серьезно изначально это типа под установку пулеметного орудия нормальная тема поломок не было тачка кайфовая продавать не собираетесь подаваться кайфовая продавать не собираетесь ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда в городе, допустим, он там просит отец отогнать ее там на мойку, либо там заправить, где там, ай-ей, у нас низов прям подхватывает, а потом ты понимаешь, что она же при том, при всем не тормозит и не управляется. Давайте будем откровенны. Как вам там любимая фразочка? Машины должны использоваться по назначению, по своему функционалу. Ну, то есть вот мы на сотке просто четвертую втыкаем и пошли. Хотя можно было и третью втыкаем. Вот это по трассе ты можешь спокойно без всяких проблем. Блядь, этот рычаг. Рычаг Волговский, вот такой прям он, длинный, большой. Не, это бомбическое. Ты вот сейчас сколько едешь по скорости? 120. Братан, она нас только за 8 лет ни разу не разгонялась, я тебе отвечаю. С Батей ехать... Поэтому и жива, да? С Батей ехать в тайгу, только вот напиваться по дороге, потому что 80, все, сидишь, господи, да когда же, а ехать там 800 километров, да господи, ну можешь чуть побыстрее ехать. Я люблю пикаповские всякие штуки. Я хотел, когда мы будем ездить летом по делам магнитным, я хотел посмотреть какой-нибудь пикапчик. По делам магнитным, ты уточняй. А, ну, поисковый магнитный. Денисаныч, направо. Так, и что, и что? Я хотел посмотреть какой-нибудь пикапчик, мне очень нравятся старые датсуны. Да, круто. Квадратики, квадратики. Ну не сейчас, прямо, ну жгон же поворот. Я понимаю, что на внедорожнике, ну давай все-таки. Магнитным, блядь. Пока что по асфальту поедем. Датсон, крутая штука, механическая аппаратура, простой моторчик. Очень здорово, это все, конечно. А что сцепы менялись, сколько обошлось? Слушай, там на самом деле что-то все вместе, там корзина, выжимное, с работой. Получилось недешево, но меняли оригой. Там что-то порядка 50 тысяч получилось за все. Ну, братан, один раз это сделать за 300 тысяч пробега, как бы, почему? Ну да, да, да. Турбина сухая, то есть он не сапуниет, то есть мотор вообще в полном порядке. От владельца зависит, то есть батя душнило, то есть он прям, ну, на ней максимально аккуратный и ласковый. Но, тем не менее, везде и всюду, блядь. Ну, везде и всюду, да, да. Я всегда только ищу, когда мы с вами куда-то едем, я себя почему-то батя чувствую всегда, как будто, блядь. Сейчас мальчишек везу, блядь, собаку, блядь. А я-то сейчас тебя вообще батя чувствую, потому что на месте моего бати сидишь. Пекарды, блядь, взрывать сейчас будем, Андрюха. Давно пекарды взрывал в последний раз? Пекарды. Пекарды. Блядь, у меня в школе как-то пизданули в руках две, блядь. У меня тоже было. Две. И я потом дома сидел, уроки делал. Пальцы вот такие, как в мультиках, блядь, пульсирующие. Три вот эти. А писать ими же надо было, ручку держать. И я, блядь, плакал и писал, плакал и писал, чтобы больно было, пиздец. Но родителям не признался, что была какая-то ситуация. Как говорит Доминик Торетто, при должном обслуживании эта машина будет ходить вечно. Это вот про нее, потому что у нее бортан подвеска шприцуется. То есть меняешь масло? Ну, прошприцуй ты подвесочку сразу, все сделай, смажь, поменяй и будет тебе счастье. Не, мне вообще нравится. Я прямо люблю такое дело. Мы когда снимали, у нас есть видео про L200. Андрей, нет ли у нас паровозов? Про L200. Он же тоже пикапчик. Вот там же тоже все очень простое вообще. И в моем случае, чем проще, тем лучше вообще. Постучи по панели. Не, ну она-то тут какая-то... Конкретно из куска и вот одного чего-то вырезано. Лево, право. Пазаранит. Лево. На Сорск пойдем. А ниже есть 3 литра дизель на автомате, на коже, с регулировками, с электрическими сиденьями, там, со всеми такими, как ты видишь, приколами. А это вот именно такой для ранчо. Вот шляпу вот эту, блядь, отделку, корову зацепил на трос и поехал себе на развозить. Денис Александрович, вот сейчас не разгоняйся. На ближайшем повороте нам надо будет направо и в горочку. А ты хорошо собирался утром? Ну, не знаю. По-моему, что-то юмор забыл, блядь, это нет. Не было такого. Слушай, ну возвращаться не будем уже, поэтому давайте сегодня без шуток. Давай, хули тут. Так, мы сейчас просто на заднем привлении. Да, да, но тут ты не испытаешь пока неприятностей никаких, может спокойно намехать. Плюс мы еще и загружены, собака, микроволновка, там жопа придавленная. Бля, радио дача сейчас. Она, по-моему, здесь у него завода настроена. Нет, у него не дача, у него дорожная. Андрюха, ты не рассматривал никогда пикап для приобретения? Нет. Братан, давай быть откровенным, в городе на нем пипец как неудобно ездить. Ну да, это неповоротливая штука. Не припарковаться, не развернуться, не нырнуть, то есть да. То есть вот в этом плане, вот у меня у дяди, у моего ферма, которая, то есть у них тоже, у них два хайлюкса. Ну там понятно, то есть эта машина нужна, не так, другая машина там не подходит, то есть он не может себе там купить себе ЛХ и там на ферму ездить, поэтому хайлюкс. Ну а в городе-то на нем достаточно тяжело. Угол разворота гигантский, он габаритный, его припарковать сложно. Ну видишь, ездишь и вообще, я говорю, тебе как вообще? Он говорит, да, вообще нормально. Он говорит, на мой век хватит. Сейчас, короче, под двушку он стоит по итогу бывушка, да? Да, да, да. Я думаю, что они плюс-минус все в одном состоянии. Не, ну здесь это видно аккуратно, использование здесь все вообще целое. Не, она целая, но, блядь, она прямо в руль, то есть вышиканная со всеми делами, блядь. Как бы она ездила. Пацаны, 13% девчонок. Это канал Михеев и Павлов, где мы продолжаем разбираться в троечка тут, в автомобилестроении. И мы по-прежнему в гостях у Сашки. И Сашка выделил нам вот такую технику. У нас сегодня походная вечеринка, полувлоговое состояние. Состояние Артема вообще желает лучшего. Да. Тебе, наверное, так же, как и мне вчера было примерно, да? Как мне будет завтра. А потому что Артем, доминиканский ром в Бристоле не такой уж и доминиканский получается. Слушайте, ну мы сегодня на выгуле, у нас с собой даже песель есть. У нас сегодня два очень интересующих вообще все. Коптер интересует ее, Сашку. Они вот вместе радостные, жизнерадостные. Такие же, как и мы, потому что когда нам дают что-то большое порулить, мы максимально с улыбкой встречаем эту ситуацию. Сложно сказать, много воды утекло, но не больше полутора она получилась вот в таком состоянии, в каком она есть сейчас. Много воды утекло. Да я тебе говорю, он, блядь, мы каждый раз, мы вот месяц не виделись, он постарел на 6 лет, блядь, пока его не... В добрый час, друзья, в добрый час. Рокоди в кадр, Сань. Да, про тачку особенно много рассказывать нет смысла. Кто зашел узнать про нее информацию, Саня говорит одно. За 8 лет поменяли только сцепу. Сцепление в этой машине, оно же больше всего, блядь, и страдает, потому что тачка в лес, тачка по дрова, тачка собаку возить. С грузом, без груза, и да, да, да. Поэтому это такой узел, который еще долго прожил, мне кажется. Чисто внешне, конечно, следующий выглядит поинтереснее. То есть, если вы картинку покажете, она такая уже более современная. Но с точки зрения именно технички, исходя из опыта, общаясь с этими состовочниками, ремонтниками, что это лучше, это будет служить дольше, и будет проблем с ней меньше. Только из-за этого. Мы покажем не только картинку следующего поколения, самого свежего, но и картинки предыдущих, потому что очень забавные машинки. Они делали в свое время, и на вот это очень не похожи первые тачки. Сурф? Да, как сурф, только с пикапом. Это вот в топ-гире, они ее там даже на постамент поставили, потому что не смогли, они уши так, то есть там просто они же жгли, топили, ее взрывали, она заводилась и ехала все равно. Сурфцы, причем-то они до сих пор еще живенькие есть, и не в ценнике причем. В ценнике такая машина была у дядьки моего, как сурф, только с кузова, он это тоже хайлюкс. Сейчас из серии по базе продается просто хороший, ровненький, ну типа миллион 150, 94-й год. Надо берите, не надо. Нет, пожалуйста, да. Идите в салон, походите там просто так. Да-да-да-да, охуяйте. С миллионом со своим, блядь. Это же вообще какой-то кошмар. Нет, в современных реалиях современного общества я бы хотел такую машину себе, чтобы она была, но я что-то заебался уже покупать машину, Артем, по 25, по 15, по 18, по 26 тысяч. Продай шесть штук, купи одну просто вот такую и все. И что я на ней буду делать? Второй вопрос, нужна ли она тебе, да. То есть хайлакс, хайлюкс такая машина. Это тачка, про которую можно сказать, в хозяйстве пригодится. Да, кому-то, кому-то нужна, конкретно владельцу этой машины, моему однофамильцу, так получилось, родственнику, отцу, любимому моему. Он, не знаю, не будет смотреть, но в принципе интернет смотрит. Мы наматерились сегодня тоже, господи, петарду еще эту сейчас, у меня кончат просто. Ему эта машина нужна, как воздух, потому что вот таких вот деятелей у него три. Этот заимка, охота, рыбалка, то есть прицеп снегохода, то есть она работает, так скажем, у себя на работе. То есть нет такого, что как девочка купила себе там секвой и ездит на ней с этого салона красоты и домой. Машина работает именно так, для чего ее придумали. Почему и зачем, блядь? Итак, микроволновка Элленберг. Микроволновая печь, абсолютно в исправном состоянии, звенит, пищит. Какое-то внешнее отличие от прошлой микроволновки, которую мы с тобой обещадно прикончили, двумя петардами, а сегодня их три и больше. Твою мать, блядь. Когда в прошлый раз мы выложили видео в Инстаграм, один знакомый, ну как знакомый, мой старшина, то есть сапер, с кем мы служили вместе, сказал, так, значит, очень мало взрывчатки, слишком много больших элементов, типа, не разлетело, в следующий раз добавьте. Дядя Вова, я тебе сейчас это, добавим, покажем, как это будет выглядеть. Да, вчера вечером мы уже, когда все обговорили, потому что это становится традицией, что-то взрывать, когда мы приезжаем к Сашке в гости. А мы на Авито нашли микроволновую печь, за 2000 рублей, значит. Но, когда я поднялся к мужику, он мне скинул ключ в носке с пятого этажа. Отлично. Я думаю, подход заебательский, мне нравится. Ну, а сколько еще такой хожаный? Вот, я поднимаюсь к нему, мы с ним общаемся, он говорит, а вам что, домой или куда? Да, я говорю, да нам, если честно, взорвать ее нахуй надо сильно. Он говорит, вы бы так и сказали, у меня для этих целей есть нерабочие по 500 рублей. Я говорю, о, мы номер его записали, по 500 рублей мы можем потом... Просто вопрос, почему ты купил одну тогда? Я не мог ее унести две. А эти люди тебе зачем? Вопрос, почему люди нормальные с годами становятся взрослее и мудрее, а мы с годами, блядь, вводим традиции взрывать что-нибудь, когда приезжаем в Абакан, блядь. В добрый час. Вот, пока получилась вот такая штука. Вот, пришлось купить фитиль дополнительно, но мы не уверены вот в конструкции, но есть ощущение, что пиздануть должно хорошенечко. Нет, они должны, вот опять же, если матчасть мою армейскую вспомните, даже если не загорится какой-то из фитилей, то они должны сдетонировать друг от друга. Но об этом мы узнаем чуть позже, поэтому мое предложение, поражаемое, это канал Михеев и Павлов, люди сейчас взрослые зашел, думают, блядь, халюкс брать, не брать. Что-то микроволновки, пекарды какие-то. Самбайки. Белый динамит называется взрывчатка, и на ней тут написано, значит, 30 метров от них надо отходить. Мы, то есть, мы просто поджигаем и бежим, да, такой план? Ты сейчас отойдешь. Очень сильно, а куда бежим-то хоть? А может, что-то проще вот за эту спрятаться? Может, и проще. То есть, ты держишь их, блядь, развязалась. Давай, проем. Ты держишь их в три вместе? Только жги до того, чтобы точно все зажглись. Готовы? Смотрите, сидит там. Блядь, я не знаю, куда бежать. У тебя мало времени осталось, чтобы подумать. Блядь! Блядь! Субтитры создавал DimaTorzok Мы проехали сейчас, ну, 10 километров. Андрей спит, ты спишь, я сплю. Тачка такую спокуху дарит вообще максимально. Она такая мягкая, такая тихая. И что-то ехала перед нами машина с коровами, ее не обогнать. И просто вот за ней катишься и катишься. На пятой. Как бы и не нужно, ты просто спокойно доставляешь свою жопу туда, куда тебе нужно, без всяких каких-то там рывков, резких торможений, ускорений. Нет, то есть представь, она сейчас на автомате, наверное, вообще просто. Если на коже, да, они же ниже есть. Вот все то же самое, плюс еще немножко фенечек, ну, таких, каких бы хотелось иметь. Они тесно есть вообще на ручках? Здесь сзади, по-моему, ручки есть. Нет, здесь сзади стеклоподъемник. Да, есть сзади, есть еще сзади, где еще и на веслах она. Спасибо, Сань. Да, спасибо, что живой это называется. 10 пальцев, я вам обещал, они все на месте. Пацаны, 13% девчонок, выбирайте себе тачки по душе. Может, это пикап, может, это хайлюкс, да? Да. Слите за маслом и очень осторожно надо себя вести со всякими взрывовозывательными моментами, Артем. Да, это развлечение очень веселое, но нужно подходить к нему с умом. Я вам говорю, вы будьте аккуратны. Увидимся. Блядь, я, походу, влюбился в эту хуйню. Нихуя! Охуеть! Какие нахуй микроволновки, блядь! Это вообще, что сейчас было? Тут была прям волна. С beetjebakка. Это атак. Я у receives к набкуя.